Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с темой представления. Мы рассмотрим понятие представления, инструкции DDL и DML и представления, как они между собой связаны. Как мы уже знаем, инструкции DDL — это инструкции по работе с объектами, то есть создание объектов, удаление объектов, модификация объектов. DML — это инструкции по работе с содержимым таблиц. Это Insert, Delete и Update. Представления — это объекты базы данных, которые всегда создаются на основе одной или более базовых таблиц или же на основе других представлений, используя информацию метаданных. Что это значит? Это значит, что наши таблицы, они физически существуют, а представления, они существуют не физически, они создаются, причем каждый раз, когда мы обращаемся к представлениям, они будут каждый раз создаваться на основе физических таблиц либо других представлений. Поэтому представления их называют виртуальными таблицами. Вы в некоторой литературе будете встречать такой термин, как просмотры. То есть представление просмотра — это одно и то же под разными названиями. Для того, чтобы создать представление, мы используем команду create, дальше указываем объект, что мы создаем. Мы создаем view представление, наименование представления, необязательный параметр, который перечисляет столбцы представления, необязательный параметр with inscription схема funding или же view metadata, обязательно ask select statement, необязательный параметр with check option. С параметром with check option мы познакомимся чуть позже на примерах. Что означает предложение with inscription схема funding? Это означает, что схема funding привязывает представление к схеме таблицы, по которой она создаётся. Когда это предложение указывается, имена объектов баз данных в инструкции select должны состоять из двух частей. Как объекты, это имя владельца и имя таблицы представления или некоторой определяемой пользователем функции. Любая попытка модифицировать структуру представлений или таблиц, на которые ссылается, создано таким образом представление, будет неудачной. Чтобы такие таблицы или представления можно было модифицировать в инструкции alter или же удалять инструкции drop, нужно удалить представление или убрать из него предложение схема funding. Но пока что мы с таким предложением работать не будем. Для чего используют представление? Представление используют для нескольких целей. Во-первых, для ограничения использования определенных столбцов или же строк таблиц. Представление можно использовать для управления доступом к определенной части одной или нескольких таблиц. Для скрытия подробностей сложных запросов. Если для приложения базы данных требуются запросы со сложными операциями соединения, создание соответствующих представлений может упростить такие запросы для ограничения вставляемых или обновляемых значений некоторым диапазоном. Например, создаем представление, которое назвали wetler. Представление мы создаем по таблице works-on. Из этой таблицы мы вытаскиваем три поля. Поле amp-no, project-no, enter-data. Но когда мы будем создавать вот это представление, в это представление у нас будут отображаться не все значения таблицы works-on по вот этим полям, а лишь те значения, поле job которых равно clerk. Хоть мы это поле не указываем при создании представления, но мы уже знаем, что вот здесь информация только такая, которая в поле job содержит clerk. Еще одно представление, пример представления. А вот тут вернусь немножко. Здесь при создании представления мы явным образом не указывали поля представления. То есть это представление будет содержать такие же поля, как и в таблице. То есть поле amp-no, project-no, enter-data. Если же мы хотим явно указать поля представления, то мы их указываем после наименования представления в круглых скобках. Почему мы здесь указали? Мы здесь используем эту же таблицу works-on, но первое поле у нас project-no, это поле с таким именем, а второе поле это агрегатная функция, которая подсчитывает количество записей, сгруппировав записи по полю project-no. Так как второй столбец у нас не имеет наименования, мы указали, что второй столбец будет account-project, но и первый столбец мы оставили под тем же i. Что означает группировка данных по полю? Напомню, например, в таблице студенты, если бы я сделала group by, вот оставила бы там select name group, count from students, row by name group, то у меня бы было, например, vt row 5, s row 11, row 3 и так далее. То есть оно бы сгруппировало значения по полям, по полю наименования, и почитало бы количество записей по каждому наименованию. То есть когда мы явно указываем имена столбцов представления, если столбец представления создается из выражения или агрегатной функции, как в нашем примере мы использовали агрегатную функцию, или же если два или больше столбцов представления имеют одинаковое имя в базовой таблице, но на практике такое практически не встречается. Еще один пример. Создаем представление по таблице works on. Здесь, как и в предыдущем примере, мы сгруппируем по полю прочитного значения, используем агрегатную функцию. Хоть мы и использовали агрегатную функцию, мы явно столбцы не указали, так как мы при создании, при выборке, вернее, из таблицы мы использовали заглавие столбца. Я вот этот count обозначила как count project, поэтому здесь я не указала на имена из столбцов. То есть у меня представление будет состоять из project no и count project. Представление можно создавать не только на основе таблиц, вот как мы создавали на основе ресурсов, но и на основе другого, уже созданного представления. Для модификации представления, также как и для модификации любых объектов баз данных, мы используем команду alter. Но так как мы модифицируем представление, то у нас будет alter view, дальше имя представления. Структура синтаксиса этой команды аналогичен синтаксису команды create. Вот если мы создаем представление под таким названием, из таблицы project мы вытаскиваем два столбца, то при редактировании или модификации этого представления мы говорим, что все остальное остается точно так, то есть select project no project name from project, где project no больше равно p3. В отличие от созданного, я здесь уточнила, что я хочу не всю выборку из таблицы project по этим полям, а лишь ту выборку значения по полю project no, которое удовлетворяет вот такому условию. Удаление представления осуществляется командой drop, так же как и удаление любых объектов. Drop view и имя представления. Здесь нужно учитывать две особенности. Если мы удаляем представление, то и если на основе этого представления уже были созданы другие представления, то при удалении нашего представления все другие представления, которые были созданы на основе нашего представления, они автоматически удаляются. Если же мы удаляем базовую таблицу, а само представление остается, то представление автоматически не удаляется. И для того, чтобы удалить представление на основе уже удаленной базы, созданной на основе удаленной базы данных, нам нужно явно использовать команду «дроп». Но, с другой стороны, представления, созданные на основе уже удаленной таблицы, можно снова использовать на новой таблице, если она имеет такую же логическую структуру, как и удаленная. То есть, еще разок, мы с вами сказали, что представления можно создавать на основе либо таблиц, либо других представлений. К примеру, у нас существует представление. Если мы удалим таблицу, на основе которой было создано данное представление, то само представление остается, оно не удаляется. А если мы удаляем представление, на основе которой было создано еще одно представление, то все представления удаляются автоматически. С представлениями можно работать так же, как и с физическими таблицами, то есть к ним можно обращаться с помощью команд Select, Update, Delete. Выборка информации из представлений осуществляется точно так, как выборка информации из таблиц, то есть через команду Select и с любыми ограничениями. К примеру, создаем представление по таблице Employer. При создании этого представления мы уже накладываем условия DepthNoRoundOnD2. И если мы будем работать с представлением, мы захотим выбрать информацию из представления и накладываем дополнительное условие на поле mLName на представление. То есть вот эта команда Select, она равнозначна команде, если бы мы вытаскивали из физической таблицы Employer. Почему именно из этой таблицы? Потому что на основе этой таблицы было создано представление. И здесь у нас идет ограничение. Вот то ограничение, которое мы создавали, накладывали при выборке информации из представления и то ограничение, которое мы накладывали при создании самого представления. Вот мы говорили с вами, при создании представления позволяет скрыть сложные запросы. То есть если при создании представления у нас было бы еще какие-то условия, а потом при выборке мы бы дополнительно еще бы поставили, то если бы мы напрямую работали с таблицей, у нас вот это условие было бы большим. А так мы вот это условие разбили на две части. На часть, когда мы создавали представление, и на часть, когда мы вытаскивали информацию из представления. Но так как представление физически не хранит данные, то это представление сначала обратится к таблице, вытащит всю информацию по вот этим условиям, и потом дополнительно пересмотрит свои данные и вытащит информацию вот уже по вот этому условию. Инструкция Insert позволяет ставить запись в физическую таблицу через представление. К примеру, создаются представления, которые создаются на основе таблицы Department. Мы в это представление выбираем два поля – поле DepNo и поле DepNe. И теперь мы говорим «ставить запись в представление со значениями D4 и Development». На самом деле, вот это физически ставится в таблицу Department. То есть в таблице Department поле DepNo будет иметь значение D4, поле DepNe будет иметь значение Development, а все остальные поля этой таблицы, если они еще есть, примут значение No. В Адепт – это не физическая таблица, это виртуальная таблица. Поэтому все, что связано с Insert, оно сразу же ставится вот в таблицу Department. А здесь оно будет отображаться. Если при создании представления мы добавим предложение в их CheckOption, то не всю информацию мы сможем вставить физически в таблицу. То есть при создании представления, например, на основе таблицы WorkSone мы вытаскиваем три поля – AMP No, Project No, Enter Data, и накладываем ограничения на поле Enter Data. То есть мы возьмем промежуток между 0.1.01.2006 и 12.31.2006. То есть мы охватим один год. Если мы захотим вставить в таблицу, через представление в таблицу WorkSone запись со значением 22334 по первому полю, P2 по второму полю и дата 15 января 2007 года по третьему полю, то СОБД нам не позволит ставить такую запись, так как параметр WorkSone CheckOption сначала проверит, соответствует ли наша вставляемая запись вот условию ограничения при создании, которое мы использовали при создании представления. Так как вот это условие не соответствует, то мы в саму таблицу ничего вставить не сможем. То есть нельзя будет вставить строку в таблицу через представление, либо на основе представления, если предложение From в определении представления содержит более чем одну таблицу и список столбцов содержит столбцы более чем из одной таблицы. Это было у нас в лабораторных работах, когда вы представления создавали, вы их называли запросы, создавали на основе двух таблиц. То есть на основе таблицы, например, студенты и оценки. То есть так как наше представление состояло из двух таблиц, то мы команду Insert использовать не сможем. Если столбец представления создается из агрегатной функции, если инструкция Select представления содержит предложение GroupBy или параметр Disting. GroupBy мы сегодня уже говорили, что это группировка данных по значению поля, параметр Disting означает неповторяющееся значение. Столбец представления создается из константы или же выражения. То есть вот в данном случае мы создаем представление, которое будет содержать один столбец. Этот столбец мы сразу называем Sum of Budget. Это представление создается на основе таблицы Project. оно вытаскивает сумму по полю Budget из этой таблицы. Так как представление создано на основе агрегатной функции, это представление мы не можем использовать для вставки данных, для вставки строк в таблицу Project. Инструкция Update позволяет модифицировать или изменять содержимое таблицы. Не структуру таблицы, а содержимое таблицы. Например, создается представление на основе таблицы WorkSone с ограничениями ProjectNow равное P1. Используем из этой таблицы два столбца AMP, NO и JOB. Если мы захотим изменить значение поля в таблице через представление, мы хотим, например, сказать, пусть поле JOB будет равно NO, если в таблице WorkSone значение JOB – Friving Manager. Это можно делать через представление. Либо же эта самая команда может напрямую обращаться к таблице UpdateOxone, set JOB равно NO, если JOB – менеджер, вот как представление, и PROJECT – NO равно P1. Вот эти два условия у нас разграничены при создании представления и при изменении данных через представление. Аналогично тому, если бы мы напрямую обратились к таблице. Почему мы их так отделяем? Еще раз напомню, что в принципе здесь условия могут быть очень большие, очень сложные и иногда выгоднее часть условия поставить на создание представления, а часть на выборку данных из представления. Инструкция Update не используется для изменения столбцов таблицы. Если предложение FROM в определении представления включает более чем одну таблицу, и список столбцов содержит столбцы из более чем одной таблицы. Если столбец представления создается из агрегатной функции. Если инструкция SELECT в представлении содержит предложение GROUP BY или параметры DISTIN, и если столбец представления создается из константа или выражения. То есть те же ограничения, что были на инструкцию SELECT. Инструкция DELECT. Инструкция DELECT, как мы знаем, позволяет удалять записи из таблицы. При этом мы можем удалить все записи из таблицы, оставить ее пустой, либо же мы можем удалить какие-то записи, которые удовлетворяют определенным условиям. Например, создаем виртуальную таблицу по физической таблице VUXON. Из этой таблицы мы вытаскиваем два поля, AMP NO и JOB. Но при выборке данных мы ограничим значение поля PROJECT NO равным P1. И если мы используем команду DELETE FROM представление, где JOB PRIVENT CLERK, то мы удалим из физической таблицы VUXON все записи, где PROJECT NO равняется P1 и JOB равняется CLERK. Инструкция DELECT не удаляет данные из таблицы через представление. Если предложение FROM в определении представления содержит более чем одну таблицу, и список столбцов содержит столбцы более чем из одной таблицы, если столбец представления создается из агрегатной функции, если инструкция SELECT в представлении содержит предложение группа или параметры действий. Но в отличие от предыдущих двух инструкций INSERT и APDATE, инструкция DELECT допускает значение, получаемое из констант или выражения в столбце представления, используемого для удаления строк из таблицы, на которой оно основано. Итого, сегодня на занятии мы с вами познакомились с понятием виртуальной таблицы, которое называется либо представление, либо просмотр. Представление можно использовать для ограничения использования определенных столбцов и или строк таблицы, для скрытия подробностей сложных запросов, для ограничения добавляемых или изменяемых значений в определенных диапазонах. Представление можно модифицировать с помощью команды ALTER, можно удалять с помощью команды DROP. Через представление мы можем вставить информацию в таблицу через INSERT, изменять информацию в таблице через APDATE, либо удалять записи из таблицы через DELECT. Но если наше представление создавалось с помощью команды CREATE VIEW, и при этом мы указывали параметры в их CHEC OPTION, то не всякую информацию мы можем вставить. Нужно будет учитывать то ограничение, которое мы использовали при создании представления. Вообще нужно иметь в виду, что инструкция SELECT представления, которые используют при создании представления, обрабатывает большое количество строк из одной или более таблиц. Если подобное представление часто используется в запросах, уровень производительности можно значительно снизить. Не то, что можно значительно снизить, оно значительно снизится, если наших данных много, и мы каждый раз будем использовать SELECT в SELECT. Для того, чтобы повысить нашу производительность, используют так называемые индексированные представления. Но индексированные представления, они более сложные, в нашем курсе мы их рассматривать не будем. При создании индексированных представлений мы обязательно должны указывать команду схемобайлинг, о которой мы говорили в самом начале занятия, и указывать, создавать индексированные, кластеризованные индексы. Но такие представления называют материализованными, они физически будут храниться на диске, и мы еще говорили, что с ними нельзя работать через команды инструкции ДММЛ. У вас на экране вопрос для закрепления, на который вы должны уметь ответить, и список рекомендуемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие заканчивается. До свидания.